всем привет сегодня мы едем в крым запланировали интересную поездку прогноз погоды совсем не обещал дождя а пока мы ехали по тавризе ливанул такой дождик да такая гроза надеемся конечно что когда мы приедем на место там не будет дождя и мы погуляем хорошо по интересным местам очень крутые повороты да приходится преодолевать вот такие вот повороты от вороты чтобы добраться через горы к морю новый свет и и и и и и и Решили перед самим поселком остановиться, посмотреть на красивые виды, просто посмотрите, какие здесь горы, какие отвесные скалы, а дорога просто такая серпантинная. В общем, вот это настоящий Крым, и сейчас увидим всю красоту моря, бухт. Полетала немного на квадрокоптере, ветер очень сильный, и здесь вот эти вот провода не совсем удобно. Но я думаю, будет даже круче взлететь где-то с центра поселка, чтобы увидеть вид и на можжевеловую рощу, и на кораблики, которые ходят по бухте. Но сейчас едем в поселок. Узко все прям вообще впритык едем, вот это улочки здесь. Еле как поставили машину на платную парковку, здесь просто не продолкнуться, но вы в принципе сами все видели, 50 рублей час, либо 300 рублей день. Даже в таком красивом месте есть такие ужасные хрущевки, просто отвратительные, как какой-то колхоз, самострое. Обратите внимание, что даже сделаны вот эти места из шифера, из шифера, я в шоке, и такого еще не видено. Ну колхоз короче. Чтобы балкончики были отделаны шифером в наше время, где приезжают отдыхать люди, они же тут все равно сдают жилье. Ну конечно, конечно. Каким-то железом все оббито, все балконы. Почему, как, зачем, я не знаю, но уродство еще то. Это кипарит? Да. Это мое дерево. Это мое дерево. Высокое. Да. Это мой талисман. Видите, вот такие вот улочки. Машинам вообще не разъехаться. Что мы поняли, когда стали заезжать в этот поселок, что сюда лучше ехать все-таки, наверное, на автобусе, потому что на своей машине здесь нужно очень аккуратно проезжать. Улицы узкие и разъезжаться тяжело. И парковки тоже искать тяжело. Даже платные и те забиты под отказ. Здесь очень много можжевельника. И вот мы идем, и вот такой вот характерный запах стоит. Даже когда мы были на парковке, то там тоже пахло можжевельником. Вот мы вышли на набережную. Но она здесь небольшая, потому что сам поселок по себе очень маленький. Мы очень боялись, что когда мы сюда приедем, что здесь будет исти сильный ливень, в который мы попали до этого. Но в итоге здесь поселок обрамлен с двух сторон горами. И вообще в Судаке тоже горы. И пока, слава Богу, какого-то большого дождя его нету. Поэтому погуляем. Вот такой вот вид. С одной стороны гора и отельчики. С другой стороны вот такая вот высокая скала. И мы вот оттуда вот приехали, со стороны Судака. Сейчас мы идем в сторону Пирса. Хочется посмотреть, каким цветом здесь вообще море. И я уже заметила, здесь очень много кафешек. И так как поселок очень маленький, то все эти кафешки практически все с видом на море. Очень так, уютненько. Это где? Там, да, проход? Угу. И здесь уже катера. Прям очень много, видите, здесь стоит всяких катеров. Можно поехать на водную экскурсию в округе. В прошлом году мы с Орджоникидзе ездили на морскую прогулку. Там купались в открытом море. Это было очень интересно. Мы ездили на золотые ворота, кидали монетку. Мне очень понравилось. Но вода здесь вот такого темно-изумрудного цвета. Вот здесь вот именно на южном берегу Крыма вот почему-то везде вот такая вот изумрудная вода. Видимо, здесь вот такое вот дно, которое и делает, собственно, море вот такого цвета. Как вообще вам показать масштабы этого поселка? То есть, начиная от вот этой вот скалы, вы идете, 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 небольшая набережная, и все заканчивается точно такой же скалой. То есть, если вы любитель каких-то шумных мест, если вы любите длинные прогулочные набережные, то это место точно не для вас. А если вы любите тихие, спокойные такие места, атмосферные, вот чисто крымские, вот это чисто крымское место, то вам сюда и покупаться, и покататься на катере, и сходить в можжевельниковую рощу, ну, по-моему, это вообще офигенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы направляемся в можжевеловую рощу, будем дышать и принимать ароматерапию. Итак, мы пришли к началу тропы Голицына. Здесь вот есть схема, где мы находимся и как можно идти. Значит, тут три маршрута. Три километра. Тысяча двести и семь километров. Ну и, собственно, достопримечательности, которые здесь можно увидеть. Очень красивые здесь места. И сама тропа так облагорожена. Очень удобно ходить. Сегодня, 12 августа, у крымчан и у гостей этого прекрасного места Нового Света есть повод, чтобы поднять бокал шампанского. Почему? Потому что сегодня день рождения у Льва Голицына. И как символично мы находимся здесь, в том месте, которое когда-то он купил для того, чтобы заниматься виноделием. Кстати, он является основоположником русского виноделия в Крыму. Он выкупил все эти земли, высадил порядка 500 сортов винограда и построил здесь собственную винодельню. Кстати, его вино пробовал сам Николай II. И за его вино он получил даже награду в Париже. Как вы понимаете, что в такой местности, где находятся одни скалы и соленая морская вода, крайне не хватало обычной пресной воды. Что сделал Лев Голицын? Он привез сюда инженеров, которые спроектировали водопровод для того, чтобы питать имение, для того, чтобы виноградник чувствовал себя более-менее нормальным. Его нужно поливать в любом случае было. Особенно в те моменты, когда только засаживались первые, так скажем, ростки винограда. Также у него существовал здесь собственный розарий, который нужно было поливать, конечно же, обычной пресной водой. И водопровод берет свое начало от анастасийского источника, который находится в горах. Здесь прям так нависают скалы. Я думаю, здесь очень хорошее эхо. А впереди одна из пещер. Вода прям такая темная, темно-изумрудная. Очень красиво. Прям так и хочется искупаться в такой чистой воде. Посмотрите, как приходится идти, если встречный поток людей. Приходится просто нагибаться. Либо ждать, пока люди пройдут, иначе можно нехило так удариться. Да, это, представьте, вы идете, а над вами вот такие вот скалы. Ох! Мы попали в грот, где есть вот такие интересные полочки. Как мы предположили, что здесь могло храниться вино. И, конечно же, когда Лев Голицын создал свою винодельню, он создал и порядка сорока тоннелей и подвалов, где хранилось шампанское. Потому что нужна была постоянная температура. И именно вот в таких скалах, гротах она была неизменной. Личность Лева Голицына известна во всем мировом винодельческом сообществе. Он более 35 лет посвятил созданию вина. И он считал, что создание русского виноделия и виноградарства – это цель его жизни. И он достиг действительно невероятных успехов в этом деле. И сегодня, даже спустя столько времени, мы знаем марку Лев Голицын. Хотя, конечно, после 1920 года эта винодельня, винзавод перешел во владение советской власти. Но, тем не менее, как бренд он нам известен. Вот такая вот здесь живописная тропа вдоль моря. И, кстати, видно уже мыс Капчик. И постоянно, кстати, туда-сюда вот эти вот лодки катаются. Мне прям аж как-то захотелось тоже прокатиться вот на такой лодочке, на катерке. Потому что это очень впечатляюще всегда. Потому что с воды виды открываются совсем другие, нежели если ты идешь по тропе. Иду я, смотрю на карту, думаю, сейчас будет дикий пляж. Думаю, сейчас я с себя сниму всю одежду. Как выйду, как окунусь. Поворот проходим. Там дикий пляж такой, что там ни встать, ни лечь, пупой светить некомфортно. Там, в общем, одно название дикого пляжа. Там народу вот так, тьма. Вот он, дикий пляж. Не такой уж он и дикий. Хочу сказать, посмотрите, сколько народу. Здесь вот такие вот спуски. Нужно очень аккуратно, медленно спускаться. Чтоб не покатиться вниз, как камни. Сюда на дикий пляж приезжают вот такие вот маленькие лодочки. И люди выстраиваются в очередь, чтобы уехать отсюда. В общем, это для ленивых, кто не хочет возвращаться пешком. Они просто вот здесь стоят и ждут, когда их загрузят, чтобы можно было поплыть. Штурман с лодки сказал, что за 250 рублей он вас с ветерком доставит на соседний царский пляж. Будете там на волнах качаться, расслабляться. Потому что здесь, ну, как бы, ну, видите сами, очень даже неудобно просто заходить в воду. Видите, как тут. Оказывается, штурманы даже предлагают вам воду купить. Они здесь... Тебе не фухры, муфры. Они знают, что туристу, изможденному под жарким крымским солнцем, предложить. Некоторые просят пиво, коньяк. Кстати, при нас кто-то подходил и говорит, а у вас коньячок есть? Не водичка, да, а коньячок. А вот здесь вот на диком пляже люди уже и купаются. Здесь вот такая вот мелкая галька. И вот такой вот заход в море. И вот на таких вот лодках вас до Царского пляжа, либо до Нового Света довозят. Вода здесь чистая, но очень пахнет черноморскими водорослями. Прям очень сильно пахнет. Я бы сказала, воняет. Немного, но есть. Кстати, да, здесь есть еще и медуза. Мы видели, плавают корнероты, такие же большие. Но зато вода, конечно, чистая, как слеза. Ну что, мы на мысе Капчик. И открывается вид на Царский пляж. Почему он носит название Царский? Потому что здесь некогда высаживался Николай II. Купался ли он здесь, это неизвестно. Но факт того, что он здесь был, это да. Наконец-то мы добрались до можжевеловой рощи. И вот он, тот самый аромат. Голова кружится от него. Вот знаете, вот как аромамасла продаются, вот чисто такой запах. Только настоящий и естественный. Вечер мы решили завершить прогулкой по морю на катере. Сейчас идем в сторону пристани. Хотим узнать, во сколько нам это обойдется. Какой вообще маршрут, сколько нас будут катать. Кстати, солнышко выходит, светит. Пределились мы с экскурсией. Едем на обзорную. Три тысячи за нее. Ну поехали. Поехали. Солнечко только нас подводит в данном случае. Это у нас бухты, которые мы сейчас будем с вами проходить. Они все три отличаются оттенком, цветом. Но это можно рассмотреть более так, скажем так, явно. Это в ясную солнечную погоду. Потому что когда отражается солнце от дна, естественно этот свет как раз таки будет проявляться. Мы сейчас с вами подошли к гроту Голицына. И также второе название у этого грота – грот эстрады Шаляпина. Потому как именно у Голицына, в глубине этого грота, я думаю вы там уже были. В глубине там вы видели каменные ячейки, так называемые казы, в которых Лев Сергеевич хранил в коллекционной своей шампанской. Его коллекция насчитывала до 67 тысяч экземпляров бутылок. Он их привозил со всего мира, он был очень увлечен этим делом. А вот это сооружение с правой стороны, которое в виде русской птички, это не что иное, как сцена построена для нашего великого русского баса Федора Ивановича Шаляпина. Если смотреть с правой стороны, видите два дерева. Одно справа первое – это деревья зелененькие, лиственные. Вот как раз таки правое дерево, которое на возвышенности под горой – это инжир. Инжир, который не имеет ни вкуса, ни запаха. Но высаживали его как раз таки в те же времена, когда здесь был голицын, для того, чтобы его подавать к столу во время дегустации. Сейчас эту процедуру заменили галетным печеньем, сырами. Раньше это подавали как раз таки этот инжир. Он, опять же повторюсь, не имел ни вкуса, ни запаха, но очень хорошо перебивал все вкусовые рецепторы, чтобы можно было без труда распробовать очередной вкус подаваемого вина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто готов, можем загадывать желание и бросать в сторону скалы аршивы. В правую, в левую. Куда хотите, мы находимся под ней, поэтому... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коралловные ворота, да? Да. Они их еще называют «малые серебряные». На самом деле долгое время я сюда приезжаю, естественно, не первый раз, а уже много-много раз приезжал с туристами. И какое-то время я относился к этому очень скептически. Но потом для себя начал проводить такой, ну, скажем, эксперимент назовем. Приезжаю сюда с туристами. Естественно, говорим, чтобы можно загадать желание. Но с одним «но». Если мы с вами увидимся повторно, еще так вот повезет нам, скажите, пожалуйста, сбылось либо не сбылось. И вот после того, когда мне за все время здесь работы человек 50 туристов, это за последние, допустим, лет 7, сказали, что Алексея, знаете, недолго заставило себя ждать, были те, которые сказали, ну, пока еще нет. Но большая часть, человек 50, не меньше, которые однозначно сказали, долго ждать не пришлось. Поэтому я с такой уверенностью сюда приезжаю и спокойно об этом говорю. Экскурсия подошла к концу. Это было очень интересно. Это, по-моему, одна из лучших экскурсий, которые мы были. Прямо мужчина, ну, знает, о чем рассказывает. Это классно. Хороший нам попался гид. Капитан. Вот так. А сейчас мы пойдем в винный магазин и посмотрим, что вообще себе представляет этот бренд. Нужно обязательно что-то привезти на подарок. Вот. Так что, да, идем туда. А вот и завод Новый Свет. И здесь магазин ферменный, где можно окусить. Все. Мы находимся в магазине при заводе. И здесь, помимо бренда Новый Свет Лев Голицын, есть еще и другие бренды. Вот такое вот игриское вино. Выдержанное полусладкое. Красное. 750 рублей. И вот на упаковке написано. Князь Лев Голицын. Ну, собственно, другие виды вино. Вот как раз на упаковке написано, что вино от 1878 года. Именно тот год, когда сюда приехал впервые Лев Голицын. На подарок в магазине купили такое вот вино. Сейчас еще раз. Спасибо. В общем, вот такое вот вино на подарок. Юбилейное. Это брюд белое коллекционное. Лев Голицын. Лев Голицын, да. Мы приземлились на набережной, в кафешке. Сделали уже свой заказ. Нам примесли чаек малиновый. Запах вкусный. Кислый, кисленький чай. Пока ждем свой заказ. Будем наблюдать за красивыми видами. И наслаждаться этим вечером. Хорошее завершение дня. Хорошее завершение хорошего дня. Мы заказали супчик куриный. Свинина по-гусарски. И ждем еще рыбу. А к супчику лаваш. Целая корзина. Целый лаваш. Целый лаваш, да. Разрезанный по кусочкам. И мое блюдо принесли. Это фудак с сыром, грибами и зеленью. Будем ужинать. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова